Привет, друзья! Новый выпуск по рояль. Сегодня будут онлайн-атаки в глобале. Большинство зрителей любят смотреть за каточками моими. И я, ребят, сейчас на данный момент иду не на рекорд по кубкам, пока у меня цель найти колоду. Сейчас я в поисках колоду. В 2018 году у меня реально проблемы с глобалом, я не могу подобрать колоду. Я реально не могу привыкнуть к этому всему балансу. Меня достали эти мортиры со спеллбейтом. Одной тоже реально мне уже достало. Поэтому я сейчас тестирую, играю с разными деками и пока что в поисках новой колоды. И сегодня я буду играть с старой доброй декой Хок плюс Торнадо. И мне просто интересно, Хок еще жив? Даже не так. Не Хок, а конкретно эта колода. Хок-то понятно, что еще жив. Там еще много разных колод с мортирой играют. То есть практически в каждом поединке нам встречается Хок. Поэтому я хочу проверить конкретно эту колоду 2.8 эликсира. Раньше она была вообще прям очень жесткой и встречалась практически в каждом поединке. Здесь есть два варианта. Можно брать пушку и можно брать мушкетера вместо лучницы и пушку вместо торнадо. Вот такая вот дека. Сейчас проверим. Также, ребята, у меня к вам еще один вопрос. Смотрите, у меня есть еще эпические карты. Там голем 8 уровня, принц 8 уровня. Вот поэтому я решил играть с Хогом, да. Чтобы, ну, отвлечься немножко от этого, от этих тяжелых колод. И у меня еще 8 уровня зеркало. Где оно есть? Где оно есть, зеркало? Вот оно. Понимаете, зеркало такая карта, которую вообще редко используют вообще в глобале. А для чего оно мне тогда вообще надо? Я хочу его задействовать и снять серию видосов. Мне к вам, ребята, не предложение даже, а вопрос. Значит, я уже снимал подобное видео с призраком. Я, я думаю, вы знаете, что зеркало, зеркалит леги до 6 уровня. И я снимал видос, где призрак у меня был 6 уровня. Если вам интересно это видео, подпишитесь и зацените. Там реально крутой видос получился. И посмотрите, на что способен призрак на максималках и даже больше. Так вот, я хочу записать подобное видео практически с каждой легендарной картой. Немножко слиться по кубкам. Ну, в общем, пофаниться. Если вам интересна такая серия видосов, пожалуйста, поставьте лайк, напишите что-то в комментариях. Если не интересно, опять же, напишите в комментах, что нет. Если не прикольно вам, не нравится подобный формат, я это сделаю не на видео, а чисто так для себя пофаниться. Потому что, ну, мне реально будет интересно поиграть всеми легами на 6 уровне. Вот, если интересно, напишите в комментах, с какой первой легой вы хотели бы видео. Если вам такой видос захочется посмотреть, я буквально на днях приступаю к записи. В общем, дерзайте, ребята, комменты. Ну что, поиграем колодой сегодня с Хогом. Кстати, есть информация, что Хога скоро пофиксят. По-моему, мне это говорили, да, что скоро изменение баланса. Если я не прав, поправьте меня. Вот, и поэтому, возможно, это последние дни, когда Хог актуален. Да? Хрен его знает, как он будет после изменения баланса работать. Поехали, поиграем с Хогом. Хог, крутая карта. Я... Мне всегда бесило, что играют все с ним абсолютно. Но, с другой стороны, я против карты ничего не умею. Потому что это реально крутая, блин, карта. И, блин, можно использовать разные с ним колоды. Можно быстрые, дешевые. Можно дорогие со сборщиком, там, с трема мушкетерами. То есть, ну, реально, Хог, карта крутая. Вот. Я вот любил играть с трема мушкетерами, например. Так, вот против нас Мортира, то, чем я говорил, что сейчас все играют с одним и тем же. Сейчас, я думаю, что будет Мортира на деф. Так, Ледяной Дух давайте немножко дальше, чтобы он не сагрился на летучих мышей. Пошел у нас Хог. Если еще и у него Торнадо есть, то Габелла, пацаны. Ну, а что же еще? Да, вот в этом... В этой ситуации послежнее с Хогом сейчас играть, потому что, ну, много разной контры для него есть. Но ничего страшного, у нас колода быстрая. В принципе, до второго Хога нам недолго осталось прокрутить. Давайте сделаем такой вот сплит. Так, 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 так. Здесь у нас Рыцарь. Он тоже выбрасывает Рыцаря. Наверное, сейчас использую я Фаербол. А нет, не Фаербол. Значит, ЗАП тоже тратить не хочу. Использую Ледяного Духа. Здесь у нас Фаербол. Здесь у нас Гоблины. Ой, Фаербол кривой, но ничего. Такс, отлично. Ну, в принципе, нормально. Прокрутился я, от Мортиры урон не получил. Вот, но в атаку не могу пройти. Видим, что немного я по эликсиру просел. Так. Да я Фаером просто промазал немножко. Так, давайте здесь Лучницы. Здесь у нас Ледяный Дух. Такс. И Фаербол. А почему она сагрилась на Лучниц? Лол. Блин, пацаны. У нас тут проблемки. ЗАП. Блин, летучие мыши достали. Так. Я начинаю проигрывать немножко. Так, это плохо. Давайте здесь Лучниц. Фаербол. Ледяной Дух. Вот сюда. Отлично. Так, здесь у нас Рыцарь пойдет. Готовим ЗАП на летучих мышей. Вот он ЗАП. И пошел у нас Хог. Наконец-то хоть какая-то сейчас атака получилась. Ага, получилось. Да, он тоже быстро крутится. Быстрый цикл. Так, у него же походу этот... Ракета, да? Так. Ну, по идее, да, это классическая мортира. Здесь давайте Ледяного Духа. Вот меня бесит, конечно, такие колоды. Так, давайте Рыцаря. Выбросим Гоблинов. Здесь у нас пойдут Лучницы. Пойдет Фаербол. Так, хорошо. Самое главное, чтобы мортира ни одной тычки по вышке не нанесла. Так, все, пошли, пошли, пошли в атаку. У него есть еще... Та, блин, ну дай пройти. Вообще не дает пройти. Я не знаю, как вообще играть против таких колодов. У него еще есть Торнадо. Вот в чем прикол. То есть, ну... Это пидорево, как говорил Кристал. Да. Вот. Ну, скорее всего, ничья. Потому что и у него цикл быстрый, и у меня цикл быстрый. Ну, тут замкнутый круг. То есть, можно играть вечно. Хотя, если... Видим, да, он поставил так мортиру, что Фаерболом я не нанесу урон. Ребят, не знаю. Вот поставьте лайк, если вас тоже достали мортира сяны. Ну, я не знаю, на какой вы, конечно... Мортира сяны. На какой вы арене находитесь. Но вот на высоких кубках... Это... Это, блин, это просто... Ощущение, что зомбированные люди от Димми тем же играть. Ну, это же... Ну, это тупо. Ну, сыграйте вы... Я не знаю. Ну, возьмите там голема. Возьмите... Ну, лаву. Она очень редко встречается. Мортира практически каждый бой. Ладно, поехали в бой. В следующий. Так. Надеюсь, что сейчас будет не мортира. Я хоть немножко расслаблюсь от игры. Потому что против мортиры реально напряжение идет. Вот против Хога мне было бы интересно сыграть. Такой же деки, как и у меня. Ну, поехали. Так. О-о-о-о. Это голем, походу. Слушайте, ну, против голема здесь, честно, тоже я не очень играю. Потому что... Да, это голем. Я тяжелая колода. Этой декой не могу выигрывать. Да, уж лучше бы мортира была. Ладно. Давайте сейчас будем тащить. Так. Гоблины плюс Хог справа. У него еще и сборчик должен быть. Так. Сейчас будет ЗАП. А, давайте используем ЗАП. А, еще и Торнадо. Да вы достали все Торнадо брать. Ну, че вы, блин. Че вы как эти. Как элитные варвары. Давайте. Рыцаря. Нам надо срочно до второго Хога. Отлично. Мы забайтили его на Мегаминдиона. Поэтому ничего подбрасывать больше не будем. Рыцарь... Ах, тычку не сделал. Так. Пошли лучницы. Сейчас будет сборчик. Смотрите. Слева. Слева. А, нет. Нет. Окей. Ледяной дух пошел. И... Кабан. Кабан, давай. Тащи. Тащи кабан. ЗАП. Ой. Немножко парень промазал с этим... С Торнадо. И Хог тычку сделал. Это хорошо, пацаны. Это хорошо. Мне интересно, у него сборчики есть или нету? Ну, это то, что Голем, я думаю, сомнений нету ни у кого. Такс. Окей. Рыцарь. Блин, до Хога еще две карты. Так. Видимо, он решил без сборчика сейчас катать. Хог, кстати, был лишним. Там и так минус Тавр будет. Такс. Теперь самое главное, как-то это отдефать. Не представляю. Не умею. Не знаю как. Вот, ребят, напишите в комментах. Вот, смотри. У меня идет Голем. Найдет еще дополнительные юниты. Как задефаться? Я знаю, что Рыцаря надо, конечно же, на тех юнитов, которые позади. Так. Давайте с помощью... Ну, блин. Надо оттягивать, я знаю, Торнадо. Когда уже Голем на грани взрыва. А я оттянул его намного раньше. Зап. Вроде бы задефался. Но урон, смотрите, такой неплохой прошел. Но у меня сейчас будет атака слева. Атака слева. Поехали. Он ставит Голема. Значит, у него сейчас на деф эликсира не должно быть. Такс. Лучницы. Лучницы. Гоблины на ночную ведьму. Рыцарь. 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 Так. А смотрите, я ему толком ничего и не сделал. Слева. Слушайте, а может на главный пойти на трешечку? Да не, на трешку это тупо. Ну как? Вот я не могу. Вот ни хрена не могу сделать. Хрен его знает, как играть. Смотрите, просто. Торнадо использовал. Все. Так. Тысячу. Э, угомонитесь. Угомонитесь тут, а. Жесть. Так. Короче. Забивать сейчас однозначно на деф надо. Ракета. Летит на главное здание, что ли? Лол. Так. Смотрите, смотрите, сейчас должен затащить. И. Зап. Победа. Лол. Честно. Выиграл я за счет того, что противник идиот. Потому что нахер выбрасывать ракету на главное здание, если ты идешь дамажить мою левую башню. Если бы противник был не идиот, я бы проиграл. И это не скиллово, это не топ игрок. Хотя ладно, в принципе тут может из-за того, что, ну, моя колода реально плохо его контрит. Да. Ладно, поехали. Ну, честно, не умею контрить тяжелые колоды. Последнюю карточку сыграем сейчас, guys. Guys. Так, значит, смотрите. Есть у нас уже определенные карты для атаки, но я пока спешить не хочу. Хочу понять, что за колода у противника. Он не хочет мне давать понимать. Поэтому, ну, ладно. Не хочу тоже ждать. Если бы я чисто за кубками шел, я бы сидел, ждал. А так я фанюсь, в принципе, колоды тестирую. Как думаете, фаерболл плюс торнадо использовать? Не, 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 не буду. Давайте. Здесь лучниц. Эсси-хок. Вау. Вау, 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 вау. Ладно. Запп плюс торнадо. Блин, запп плюс фаерболл я имел в виду. Странная колода. Голем. И снова голем. Вот. Блин. Снова голем. Ё-моё, еще и хижина. Да это жесть просто. Только я сказал, что я не могу големов против големов играть. Лучше бы реально мортира уже подбиралась. Вот честное слово. Против мортиры хотя бы, ну, шансы у меня. У нас шансы одинаковые. А вот против голема я хз вообще. Может быть, хокки и выигрывает големов, но чисто я ли? Что у меня? Господи. Запп кривой. Ну, ничего. Я не... Что это? Что это? Ты кто такой? Ты что, дебил? Конченное создание, честно. Блин, я ненавижу его. Ненавижу. У него хижина, у него надгробия. Ладно, ладно. Будем как-то сейчас пытаться тащить. Так. Лучницы. Лучницы. Рыцарь на колдуна. Гоблины. Так. В самый нужный момент нужно оттянуть голема. Вот этот момент. Пунь. Так. Он взрывается. Тут у нас ледяной дух, потому что копейщики мне бесят. Такс. И он ставит сборщик эликсира. Тупое ты создание. Окей. Тогда мы идем сразу в атаку. Идем сразу в атаку. Такс. Быстрее, быстрее. Та тычку наноси. Зап. О боже. О боже. Так. Пушим, пушим, пушим. Короче, давим его по полной. Не даем ему расслабляться. Отлично. Он поставил голема. Соответственно, сейчас я должен... Должен забрать вышку. Давайте фаер. Фаер. Я вышку-то забираю. Ну и, соответственно, теряю. Значит, мы сразу идем в атаку. В атаку справа. У него есть, блин, этот, как его? Бревно. У него есть бревно. Да. Поэтому тут такие, знаете, моменты. Не очень приятные. Зап. Хорошо. Отличный урон. Так. Замечательно. Клево все. Найс. Эй, гайс. У меня все найс. Он идет на трешку. Дебил. Ладно. Не буду бомбить на противника. Давайте фаер. И зап. Все. Победа. Фу. Ё-моё. Спасибо, глобал, конечно, за големов. Я вот не умею против них. А ты мне подобрал потренироваться, наверное, да? Чтобы я смог. Ну, ладно. Собственно, что я хочу сказать. Колода еще работает. И есть еще у нее порох. И все-таки, знаете, классика она вечно. Поэтому 2.8 эликсира. Ничего не вижу каких-то здесь определенных минусов. Вот. Вот. Ну, мне кажется, что с Мортирой будет, конечно, получше. Вот. Мортира заменила эту колоду. Мортира плюс Хог. Такая более надежная колода в плане дефа. Ну, в целом, я все равно поиграл. Удовольствие получил от колоды. Думаю, что с ней еще немножко поиграю. Но, в целом, я думаю, что далеко с ней я не зайду. Все. На этом буду завершать выпуск. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю вам удачи на арене. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, парни. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok